Так, доброго времени святого всем, дорогие друзья. Это первая запись начала, так скажем, нашего проекта. В своих видеозаписях я постараюсь объяснить всем начинающим игрокам азы игры, азы управления классами. Что вообще следует делать, чего делать не следует. Эти видео, думаю, будут очень полезны для начинающих игроков, опытные же игроки. Возможно, кто-то сможет... Кто-то сможет для тебя что-то почерпнуть. Итак, начну, пожалуй, с самого главного для начинающего игрока. И, в принципе, для любого игрока это выбор расы, класса, фракции. С момента зарождения ВОВ очень много внесений было в игру, так скажем, да. Так, мы видим новые хорошие модели. Всё это очень украшает игру, очень помогает игрокам. Да, и так, с чего начнём? Выбор фракции, Альянс или Орда? Вопрос очень субъективный. Кому что нравится. Мне, например, я привык играть только за Орду, кто-то привык играть только за Альянс. Кто-то играет из-за тех, из-за тех, и до сих пор не может определиться. Здесь выбор зависит только от вас. От вашего желания играть с популярными картинками людей. От вашего настроения, не знаю, там, душевных предпочтений. Здесь я вам помыть не смогу. Что касается расы. Да, я буду показывать примеры Орды. Ну, и, например, Альянс тоже покажу. Итак, расу следует выбирать чётко под ваш квас. Почему? Ну, так скажем, если вы играете, желаете играть для себя, просто для получения удовольствия, приятного время препровождения, да, вы можете не сморачиваться особо по этому поводу. Ну, если вы желаете показывать высокие результаты в плане игры, то этим не следует пренебрегать. Да, у каждого класса есть свои определённые способности. Они здесь описаны. Они здесь в описании, вы можете в любой момент их прочитать. Да, и следует совмещать полезные принципы вашей расы с нуждами вашего класса. Как, допустим, человек, великолепные маги и чернокнижники. Почему? Потому что у них повышена характеристика универсальность. Они снимают себе эффекты контроля над персонажем. Маги и чернокнижники крайне мобильный класс, и им очень приятно. Вот эти перки. Да, то есть полезные способности от расы называются. Их в игре называют перками. Те же дворфы умеют превращаться в камень, увеличен критический эффект способностей, повышенные сопротивления магии льда, обнаруживают большие форменты артефактов и быстрее производят раскопки. Да, то есть дворфам великолепно прокачивать археологию, увеличен критический эффект способностей. То есть... Тоже неплохой бёрст ДПС-а. Пандарены могут представлять как Ардуя, так и Альянс, вы сыграли в торгу вприкосновением лапы, благодаря внутренней гармонии состоянию бодрости приносит двое больше опыта. Бодус от еды более эффективен, имеет способности к кулинарному делу, и прыгучий получает меньше вороны при падении. Да, вы заметили нами, что Пандарены неотнесены ни к Арде, ни к Альянсу. Этот класс причисляется к Арделе и Альянсу путём цепочки квестов. Они начинают в Пандарии, чуть позже я покажу это на карте, и, так скажем, принадлежность фракционную они определяют квестами. Изначально они начинают нейтрально. Что следует запомнить при игре за любой класс и любую расу? Чем лучше вы подберёте расу под класс, тем больше будет эффективность вашего персонажа в игре. Да, как некоторые игроки по мне так совершают ошибку, создавая, допустим, вот такое, нежить воин. Да, что хорошего в этом сайде, и что плохого? Да, умеет снимать эффекты страха, сна и подчинения. Может приедать трупа, вытягивать жизнь из противников, и повышенсть сопротивления этой анимагии. Да, у него есть хорошие эффекты снятия контроля. Это неплохо в PvP, но в PvE это абсолютно бесполезно. Да, снимите вы один раз с себя эффект контроля, но за то время, которое вы не находились бы под контролем, вы нанесёте намного меньше дпс, чем тот же орк со своим берсерком. может впадать в ярость, чтобы наносить повышенный урон. Да, то есть он за счёт этого берка очень быстро перегонит вас по дпс, и вы не составите ему конкуренции, в принципе, как таковой. Итак, что ещё хотелось бы рассказать, да, это именно о выборе класса. Для начинающих игроков я бы советовал убрать Охотника или Чернокнижника. Эти классы очень мобильны, легко управляемы. У них есть питомцы, которые помогают в прокачке, особенно у Охотника, у них очень мощные питомцы. Всегда с ними интересно. За Охотника, в принципе, интересно играть. Ихи в управлении за счёт моментальной атаки, отсутствия каковых-либо кастов. Да, то есть... Не придётся как-то из-за того же Чернокнижника стоять ждать каста какого-либо заклинания. Вот, все заклинания производятся на ходу, очень удобно во время качи, во время выполнения квестов. Также очень популярно в инстансах, наносит хороший дамаг. Почему Чернокнижник? У них тоже есть различные питомцы, различные вариации их помощника. Вот. Также неплохой ДПС. Как-то король Чернокнижники очень интересный класс, если за них умеете играть. Если вы долго играете, вы знаете все аспекты игры за Чернокнижника. В принципе, любой класс крайне интересен. У каждого есть свои какие-то подводные камни, о которых можно споткнуться. Именно о них я и постараюсь рассказать в этих видео, о всех моментах игры за любой класс, за любую расу. Сначала я буду описывать Орду, Альянс буду описывать чуть позже, потому как пока я играю только за Орду. Как видите, все мои персонажи за Орду. Позже я создам либо на отдельном сервере, либо на этом же далее некоторых персонажей. Создам персонажей за Альянс. И буду показывать вам, так скажем, на живом примере, как все это происходит. То есть выбор классы, расы и так далее. Я думаю, стоит обратить ваше внимание на такой аспект игры, как использование аддонов. Я думаю, я этому посвящу отдельное видео. Так, ребят, я думаю, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, ссылка будет в описании видео. В этом паблике вы найдете много интересной информации, статьи, новости. Также все свежие видео будут публиковаться там. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok